Приветствую, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Поцелуй вселенной». С вами Таролок Мирослава. И сегодня я предлагаю вашему вниманию актуальный для некоторых расклад. Тема его звучит следующим образом. Брать ли кредит? Смогу ли я его выплатить? Благоприятно ли будет для вас взятие кредита? Не обернется ли это для вас лихом? Понимаю, что для многих кредиты актуальны в современной, нестабильной обстановке. Соответственно, часто возникает вопрос, а стоит ли рисковать? А смогу ли я выплатить этот кредит? И, соответственно, для тех, кто сомневается, я решила сегодня посмотреть на картах. У нас с вами будет три варианта. Загадывайте, пожалуйста, выбирайте свою ракушечку, которая вам подмигнется, улыбнется вам. И давайте смотреть. Так, первый вариант. Стоит ли брать кредит? Второй вариант. Стоит ли брать кредит? И третий вариант. Стоит ли брать кредит? Так, по первому варианту. Да, здесь двойка кубков. Все отлично. Все пройдет гладко. Вы сможете все вовремя вернуть, без процентов. Возможно, даже у кого-то. Ну, то есть с минимальными для вас потерями, так сказать. Потому что здесь вот вы одна сторона и банк сторона вторая. Здесь ситуация решится полюбовно. Здесь никаких проблем не будет. Не волнуйтесь, мои хорошие. Можете смело брать кредит. По второму варианту. Шут. Старший аркан. Вот здесь надо уточнять. Здесь, потому что важная довольно ситуация. Или сумма крупная задумана. И здесь, конечно, рискнуть-то можно. Да, шут – это начало нового. Он очень безрассудный. Такой легкомысленный товарищ у нас. И, в принципе, вроде как совет рискнуть-то можно. Но я все-таки хочу уточнить. Потому что не будет ли этот риск безрассудным. Карта такая, довольно неоднозначная на данный вопрос. И все-таки стоит ли нам рисковать. Иерафан. Старший аркан. Ну, да. Да, здесь оба старших арканов. Важный какой-то момент у вас прям решается в жизни. Да, здесь можно рискнуть. Высшие силы благословляют. Они вам помогут. И здесь, кстати, у нас солнышко тоже. Да, олицетворение Бога Вселенной Поднебесной. И здесь иерафант как олицетворение высших сил. Да. Но помните, что здесь важен закон морали. Если это что-то не совсем, не вполне моральное вы задумали, то здесь можно лишиться благословения высших сил. То есть, я имею в виду, деятельность должна быть созидательная. Не алкоголь, секс, наркотики, рок-н-ролл. А что-то производительное, производство какое-то. То, что принесет благо в этот мир, благо человечеству. Если это вопрос образования, то здесь однозначно да. Потому что иерафант благоволит разного рода курсам, обучению, учительству в целом, наставничеству. То здесь однозначно да, вы сможете его выплатить тоже. Вот я объяснила. Вы можете рискнуть, но только условие, что моральное соответствие будет в деятельности. И особо благоволит, конечно, иерафант тем, кто связан с информацией, с обучением, с переподготовкой, с наставничеством. Вот с таким моментом, с образованием связанное всё. И по третьему варианту стоит рисковать. Ой, ну тут справедливость, старший аркан. Тоже важная ситуация какая-то. Ой, простите. С важной очень ситуацией решается у человека в жизни. Возможно и сумма тоже немалая на кону. Здесь юридический аркан такой. В принципе, да, он благословляет. Но это также неоднозначно, как и шут. Я бы здесь не рискнула сказать однозначное да. И давайте всё-таки уточним. Юридически потянет ли человек всё это. На себе можно не рисковать. Туз мечей. Туз мечей. Туз мечей. Давайте ещё уточним всё-таки. Да, здесь вы выйдете победителем из ситуации. Потому что шестёрка жезлов нам указывает на победу, на преодоление. Будет непросто. Это предупреждение для вас. Будет непросто. Нужно будет действовать решительно. По тузу мечей. Стремительно. Очень должна быть высокая интеллектуальная деятельность. Для того, чтобы всё обдуманно сделать, провести. И, конечно, увенчается успехом ваше задуманное дело. Так что можете смело брать кредит. Вот так получились у нас. Первый вариант совсем однозначный. Вот здесь вообще беспроблемно. Третий вариант довольно затруднительный. Но вы вытянете на себе эту ношу. Выйдете победителем. Выйдете сухим из воды. И по второму варианту с некоторыми условиями вы можете взять кредит. Вот такой у нас получился расклад. Благодарю за внимание, мои хорошие. Надеюсь, он вам помог. Вы получили для себя подсказки от Вселенной. Целую вас. Желаю всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok